Тайский бокс Коротеньких шортах и боксерских перчатках И очень даже зря Раньше тайский бокс был доступен лишь воинам и членам королевских семей Затем начал пользоваться популярностью среди мужчин Но за 2000 лет многое изменилось, как и статус женщины на ринге Теперь представительницы прекрасной половины могут одеть боксерские перчатки И выйти на ринг наравне с мужчинами Клуб Ака Таиланд провел бесплатную тренировку по тайскому боксу С пометкой «Только для девушек» Компания «Эксперт Медиа» в рамках проекта «Другой остров» Организует спортивное мероприятие для девушек Цель этого мероприятия – познакомить девушек с этим видом спорта Приблизить к культуре Таиланда И объяснить, что не все так страшно, как первый раз приходит в голову, когда мы слышим тайский бокс Собственно, это будет вводный урок И мы надеемся таким образом привлечь девушек к этому замечательному виду спорта Действительно, все не так страшно И лучшим доказательством тому стали 50 отважных дам Которые посетили мероприятия и разрушили стереотипы о том, что женщина и бокс – вещи несовместимые В истории муай-тай вы найдете немало примеров женских побед в этом неженском деле Валентина Шевченко – семикратная чемпионка мира по тайскому боксу Первый бой состоялся в 12 лет Наталья Дичкова – чемпионка мира по тайскому боксу Анастасия Янькова – обладательница Кубка России по тайскому боксу А это Джена – недавно ей исполнилось 26 лет Она пришла на тренировку вместе с остальными девушками Разминка, бег, приемы, удары – ничего не отличает ее от новичков Только бьет более профессионально На самом деле для Джены все это не ново С шести лет она участвует в спортивных состязаниях Сначала гребля в Австралии, затем легкая атлетика Муай-тай – ее первое боевое искусство По словам Джены, она узнала о тайском боксе во время своей первой поездки в Таиланд в 2011 году И сразу влюбилась в муай-тай Начались ежедневные тренировки Сначала в фитнес-целях, но после первого боя, который состоялся в 2013 году Джена решила, что хочет драться на ринге По ее мнению, для победы не важно, сколько ты весишь и какой у тебя рост Гораздо важнее, что в голове Сильные парни тоже проигрывают, уверяет спортсменка Рост, вес, сила, техника ударов, безусловно, играют важную роль Но самое главное в боксе – работать головой Это всегда на первом месте Джена любит то, чем занимается И лучшее доказательство тому – четыре выигранных боя из пяти Один раз проиграла, признается спортсменка Но в следующей схватке отправила ту же соперницу в нокаут уже во втором раунде Для меня самое сложное – тренироваться изо дня в день Оттачивать удары, усердно работать Это тяжело, но результат стоит того Сейчас Джена участвует в боях и представляет на ринге клуб Ака Таиланд Она готова расти дальше и с нетерпением ждет следующего боя Но почему женщин тянет к неженскому спорту? Джена уверена – слабый пол должен быть сильным Кто-то хочет сбросить вес, а кто-то стать сильным Все по-разному Но я уверена, как можно больше женщин должны заниматься боксом И почувствовать эту силу Это весело Да Во время тренировки было нетрудно понять, о чем думают девушки в боксерских перчатках Почему тайский бокс? Ну, потому что всегда хочется кого-нибудь ударить Потому что там можно мужчин потом своих бить Почему тайский бокс, а не балет? Ну, он интереснее Готовы драться с женщиной? Конечно, да Нет, только с мужчиной Девушки-новички сомнений не вызвали Для них бокс – универсальный антистресс Сит О – тренер по тайскому боксу Много лет готовит спортсменов от мала до велика – мужчин и женщин Он утверждает, что муай-тай для девушек – это отличная эмоциональная разрядка И неважно, с какими эмоциями ты приходишь на тренировку Положительные или отрицательные – после занятий нет сил ни на что Когда я прихожу на бокс, я могу быть злым или раздраженным После тренировки я чувствую, что хорошо поработал Я расслаблен, и это здорово На вопрос, кого легче тренировать – мужчин или женщин? Сит О, не задумываясь, отвечает Неважно Важно, насколько сильно ты любишь бокс Неважно, мужчина или женщина Все зависит от того, какой ты человек Насколько усердный и способный Тренеры утверждают, что тайский бокс – это не только отличная жиросжигающая тренировка Но и хорошая эмоциональная разрядка Насчет жиросжигания пока неизвестно А вот эмоционально – разрядилось После тайского бокса ты не можешь выйти не уставшим Ты выходишь абсолютно мокрый, в мокрой одежде Ты видишь, что ты очень-очень хорошо поработал И результаты видны уже через 2-3 недели А вот Эдриан уверяет всех женщин Неважно, в какой физической форме вы пришли на тренировку Тайский бокс все исправит Не имеет значения, какой у вас возраст или вес Главное – усердные тренировки и большое желание чего-то достичь Муай-тай поможет – это великий спорт Долгое время женский муай-тай был запрещен И даже считалось, что если женщина выйдет на ринг Она заберет силу и победу мужчины-бойца Сегодня ситуация прямо противоположна Женщины не только показали свою силу Но и доказали, что решительно настроены на собственную победу Ну вот, теперь вы знаете, что женщины современности Могут абсолютно все И в горящую избу войти, и даже на ринге подраться Ну, а что выберете вы, чтобы поддерживать свое тело В прекрасной физической форме, решать только вам Лично я из всех предложенных видов спорта Всегда выберу Поесть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова